Продолжение следует... Ксения Ивановна выступит с очень интересной темой о становлении вторичной языковой личности, поэтому я рада передать ей слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада, что вы присутствуете на этой конференции чудесной. Огромное количество участников присоединилось уже с самого начала. Интереснейшие выступления мы сегодня слушаем. Надеюсь, что я вас тоже сегодня не разочарую. Тему я выбрала такую неспроста. Есть очень интересная тема лингводидактики и методики преподавания, которая вышла на передний план в ближайшие, так скажем, последние 30 лет, 20-30 лет. Языковая личность стала объектом внимания этих двух течений – лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. Появился и возник этот вопрос в связи с изменениями парадигмы и идеологией лингвистических исследований. Как вам известно, лингвистика всегда в свою основу вкладывала язык. Но с течением времени внимание приковала к себе языковая личность, человек, который совершает эти самые речевые поступки. В связи с этим потребовалось пересмотреть и всю методологическую основу обучения иностранным языкам. Я бы хотела сегодня остановиться на этом вопросе и привести вам примеры того, как методически можно переструктурировать весь урок в связи с приобщением детей к культуре и развитием социокультурной компетенции школьников через работу с нашим новым учебно-методическим комплектом «Тимап» вместе. Это ОМК для базовых школ. Я буду сосредоточена на 9-11 классах и все примеры буду брать оттуда. Надеюсь, что вам будет интересно. Остановимся снова на языковой личности. В качестве одного из наиболее распространенных определений можно привести следующее. Языковая личность есть личность, выраженная в языке, текстах и через язык. Эта личность реконструирована в основных своих чертах на базе языковых средств. Меня очень сильно вдохновила работа Людмилы Петровны Халяпиной, доктора педагогических наук, профессора кафедры лингводидактики и перевода Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Ее труд «Трансформация концепта языковая личность». И в связи с этой работой чудесной я стала пересматривать для себя понятия первой первичной языковой личности, второй вторичной языковой личности. Тогда мне стало известно, что в отношении речевого развития ребенка Выгодский делает очень важное замечание. Все речевое развитие ребенка в целом и не только частота его родной речи, а далее все интеллектуальное развитие ребенка и, наконец, развитие характера, даже эмоциональное развитие, все это отражает непосредственное влияние речи. И в этом, конечно же, можно усмотреть большое влияние речи, в том числе и иноязычной, на развитие личности ребенка. Тогда получается, что овладение иностранным языком ориентировано не только на деятельность и общение, то есть на собеседника, это коммуникативный аспект, как мы с вами понимаем, и не только на образ мира, то есть на сознание, когнитивный аспект, и на личность учащегося. И тогда, говоря уже о том речевом развитии, которое получает ребенок на родном языке и на иностранном языке, мы понимаем, что связь между ними очень тесная. Бесспорно возрастают познавательные языковые и коммуникативные способности обучаемого. Его родная речь становится богаче, правильно оформлена из-за сравнения. Вы вот слушали про интерференцию только что передо мной. Отмечается развитие речевых способностей и психических функций, связанных с речевой деятельностью. А собственно речевая деятельность на иностранном языке тогда способствует как интеллектуальному, так и личностному росту школьника посредством специально организованного и реализуемого общения. Также имеет место установление произвольного общения в контексте ситуации и качественный скачок в развитии самооценки, когда ребенок выделяет себя как субъекта деятельности, как личность. Мы с вами понимаем, что современное общество заинтересовано в том, чтобы выпускник, модель идеального выпускника, был у нас гуманистическим мышлением, разделяющий общечеловеческие ценности. И изучение иностранного языка, в свою очередь, является средством развития практических умений взаимодействия с представителями других культур, коммуникативных качеств личности, гибкого мышления и толерантности. Что же тогда вторичная языковая личность? Мы понимаем, что первичная языковая личность – это вот мы в языке, это наше приобретение родного языка и постижение родной культуры. Так формируется первичная языковая личность. Вторичная языковая личность – это совокупность способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне и предполагающие адекватное взаимодействие с представителями других культур. Она складывается из-за владения вербально-семантическим кодом, то есть языковой картиной мира носителей языка, и глобальной, концептуальной картины мира, позволяющей человеку понять новую для него социальную действительность. Развитие обучающегося – черт вторичной языковой личности, делающих его способным быть эффективным участником межкультурной коммуникации, и есть собственно стратегическая цель обучения иностранному языку. Тогда у нас с вами возникает вопрос, за счет чего формируется вот эта вторичная языковая личность? Оказывается, что вторичная языковая личность у человека, владеющего иностранным языком, формируется под влиянием, как я уже сказала, первичной языковой личности, которая сформирована родным языком человека. Тогда выдвигается идея, что уровень развития языковой личности, освоенность типов понимания на родном языке, определяет готовность языковой личности на иностранном языке общаться. В ходе изучения русского языка как иностранного формируется неполная модель языковой личности. Модель вторичной языковой личности цена не только как средство побуждения рефлексии над опытом обретения коммуникативной готовности. И какие тогда мы можем выделить с вами компоненты языковой личности? Ну, во-первых, это, конечно же, лингвистическая компетенция. То есть вот всё то, что человек понимает о том, как функционирует язык. Далее языковая компетенция. То есть он знает лексические все обороты, он знает грамматические модели для выражения мысли. Следующая компетенция, которая нас здесь интересует, коммуникативная компетенция. Это он умеет правильно обратиться, правильно поддержать разговор, среагировать на какие-то комментарии того человека, с кем он общается. И четвёртый аспект – культурологическая компетенция. Оказывается, коллеги, что когда мы с вами говорим о социокультурном аспекте или о культурологической компетенции, здесь мало говорить о том, насколько ребёнок знает страну изучаемого языка, её историю, её культуру. Чем живут картину мира носители языка? Она может наслаиваться только на уже существующую его картину мира. И тогда получается, что когда мы с вами говорим о вещах, которые относятся конкретно к странам изучаемого языка, и если при этом ребёнок не знает понятия сходные в его стране, то это знание ни на что не накладывается. Оно, конечно, возможно, удивит слушающего ваша школьника, но тем самым оно не изменит его отношения, его личность. Поэтому в связи с этим мы в нашем ОМК считали необходимым обязательно подтянуть ещё и знания ребят о культуре родной страны. Мы вкладывали понятия первичной языковой личности и контент, который они должны знать, содержание в этот учебник. Для чего? С какой целью? Ну, конечно же, в первую очередь для того, чтобы ребёнок узнал больше о стране своей родной. Во вторую очередь для того, чтобы он мог найти вот эти сравнения и сопоставления чужой культуры с нашей культурой. Ну и, конечно же, чтобы он мог понять и на основе критического мышления уже сделать свои выводы о стране изучаемого языка, и тем самым в дальнейшем выстроить правильное взаимодействие, правильный акт коммуникации. Вот такое теоретическое вступление я дала вам именно для того, чтобы вы понимали, о чём я сегодня хочу рассказать и какие ключевые моменты я бы хотела донести. Как я уже сказала, мы очень много внимания уделяем лингвистической компетенции, языковой компетенции, коммуникативной компетенции, которая, естественно, на сегодняшний день и всегда была в последнее время ведущей компетенцией. Мы учим для общения. Но сегодня я хочу ещё разок обратить ваше внимание на необходимость формирования и развития социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция, конечно же, является неотъемлемой частью иноязычной коммуникативной компетенции. В федеральном государственном образовательном стандарте социокультурная компетенция определяется как приобщение к культуре, приобщение к традициям, реалиям страны или стран изучаемого языка в рамках, конечно, тех тем и сфер ситуации общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на разных её этапах. Социокультурная компетенция формируется в первую очередь через овладение культурой носителей языка. На сегодняшний день, благодаря развитию средств телекоммуникации и мирового информационного пространства, на первое место по доступности выходят глобальные медиаресурсы и произведения массовой культуры. Для того, чтобы быть использованными на уроках, произведения, которые из учебника нам хочется использовать, которые мы использовали в нашем ОМК, должны иметь следующие характеристики. Во-первых, это аутентичность используемых материалов. Вот в данный момент на слайде вы видите кусочек из учебника для девятого класса, где на основе видеоаудирования ребятам предлагается сделать comparison, то есть найти сходство и различия между тем, что изучают учёные в данный момент в англоязычных странах и чем заняты наши учёные. Но у нас сейчас с вами глобальный мир, поэтому понятно, чем заняты наши учёные. Все активно, конечно, пытаются решить проблему, которая у нас сейчас сложилась. Мы, конечно же, будем предполагать с вами, что учёные разрабатывают какие-то новинки, новые изобретения, которые совершенствуют или решат какие-то проблемы современности. И тогда, обсуждая уже на уроке, ребята будут делиться своим опытом того, что они узнали. Может быть, перед ними никогда и не вставал вопрос, а что изучают учёные в данный момент, в нашу действительность. Но вот таким образом мы побуждаем их и даём им аутентичную информацию в виде видео, и, конечно же, видео записанное носителями языка. Информационная насыщенность – следующий аспект, который обязательно характеризует социокультурную компетенцию. Информационная насыщенность предполагает огромное количество информации, большое количество новой лексики. Информация дозирована. Смотрите, какие небольшие интересные тексты. Начинается задание с простого обсуждения «What do you usually wear on school days?» and «What do you usually wear at the weekend?» Что уже побуждает, в общем-то, школьников интересно обсуждать новую тему, а тема здесь «fashion», как вы уже поняли. Смотрите, какие интересные темы. «Great style has no size». О чём идёт речь? О том, что мы ещё и воспитываем этим текстом. Мы говорим о том, что весь мир, западноевропейский, на сегодняшний день говорит о совершенно разных стандартах красоты. И мы можем перейти на то, как у нас в России представлены эти темы. Можно ли найти модную одежду всех размеров или только размерный ряд 42-46 на эти бренды и тренды. Следующий маленький текст. «Different looks for different times». И мы сравниваем одежду разных эпох. Информационная насыщенность здесь реализуется тем, что мы смотрим не только на фэшн, моду, модные тенденции в современном разрезе, в современных тенденциях, но и на историческую предоплёку. Более того, я вам хочу сказать, что в дальнейшем из этого модуля идёт выход на российские реалии, моду от российских дизайнеров. И у нас прекрасный текст. Там идёт про русскую шубу, которая является не только элементом вот такого имиджа и стиля, но что это необходимость в нашем суровом климате. И, конечно же, мы пишем о том, что в современном мире, конечно, актуальнее купить ненатуральную шубу. Опять же, взаимодействие с культурой, так скажем, глобальной, массовой. Следующая характеристика. «Новизна и актуальность информации адресата». Темы, вы понимаете, что повторяются у нас из года в год в учебниках. За редким исключением, ну, может быть, одна или две, я имею в виду лексические темы, добавляются в год из 8-12 модулей, которые мы проходим в учебниках. В основном это расширение тех тем, которые были. Поэтому очень важно, чтобы в этой теме появлялась новая информация, какая-то новая струя. Вот на сегодняшний день учебник Team Up наполнен всей новейшей информацией. Ну, вот смотрите, у нас с вами опять видеоэпизод и вопросы для обсуждения. What is everyone wearing this year? То есть последние тенденции моды. What clothes styles are you wearing this season? И что же вы из этих стилей выбрали для себя? Опять же, мы слушаем носителей языка, используем лексику из предыдущих упражнений. И, конечно же, эта тема актуальна для адресата, потому что молодые люди активно следят за модой. Это для 10 класса задание. Следующее. Учёт интересов и увлечений учащихся. 11 класс. С чем он ассоциируется? Ну, конечно, с экзаменами, скажете вы. Но ведь не только с экзаменами. Девчонки уже с октября начинают думать про вечерние платья, про то, как пройдёт выпускной, где праздновать и так далее. И появляется в 11 классе уже в самом первом триместре, если не в сентябре, то в октябре точно, прекрасный текст A night to remember. И опять же мы говорим, смотрите, о той же самой моде, но уже в разрезе совершенно других событий. С учётом интересов, увлечений учащихся. И, конечно же, с учётом того, что это опять дополнительный, так скажем, новый материал. Следующая характеристика социокультурной компетенции – соответствие речевых высказываний литературной норме иностранного языка. Ну, здесь уж учебники точно стараются, и авторы УМК очень стараются подобрать лексику, которая будет живая, но при этом не уйдёт в сильно разговорный стиль, сильно сленговый вариант. Поэтому все наши разделы Speaking, Participating in Conversation или любые другие разделы, они, конечно же, представляют огромное разнообразие языковых структур. И они, эти фразы, это вот как раз языковая составляющая той самой социокультурной компетенции, о которой мы говорим с вами, языковая составляющая вторичной языковой личности. Когда ребёнок понимает, что надо сказать так, по-другому нельзя, принято именно так сказать What do you mean? Или What do you think? А не How do you think? Как нам легче было бы, например, запомнить. Чем уникальны задания именно развития устной речи здесь? Тем, что они очень разнообразны. Это и дополнение диалогов, и обсуждение свои, и обсуждение небольшими группами тем, таких как, например, Shopping for clothes is boring. Или There aren't any good clothes for young people in this town. Ну, то есть они, видите, связаны с как раз подростками, интересующими их темами, и так или иначе их побуждают соглашаться, не соглашаться, продолжать разговор и выстраивать свою мысль. Шестой аспект социокультурной компетенции это доступность для понимания или соответствие уровню владения иностранным языком и интеллектуальному развитию обучающихся. Ну, наверное, не своевременно было бы увидеть такой текст The Voyager Program Physics Project в УМК, например, для пятого или шестого класса, где ребята еще с трудом представляют, что такое физика, и, в общем-то, с астрономией еще сталкивались только в окружающем мире по стойку и поскольку. Поэтому вот этот аспект как раз доступности для понимания не только с точки зрения языка, но и с точки зрения их готовности читать или выслушивать ту или иную тему, этот аспект не менее важен. Последний аспект это организация отобранных материалов в соответствии с принципами тематичности по нарастанию сложности материала. Конечно же, вот еще разок повторюсь, что темы некоторые повторяются, да, looking good. Ну, так или иначе, мы с темой одежды все равно с вами связываемся на протяжении всех лет обучения, начиная с начальной школы и до выпускных классов того самого выпускного бала и текста, да, который мы сегодня с вами видели. The digital mind. С технологиями тоже мы сталкиваемся везде. По нарастающей идет сложность материалов и даже внутри одной и той же темы. Я уже не говорю, что темы усложняются. И, наверное, «how to give a presentation» эта тема может быть использована в качестве life skills, навыков, без которых на сегодняшний день не прожить, и в начальной школе. Но в 11 классе она будет более наполненной информацией и более сложная с точки зрения, может быть, всех еще психологических аспектов, как правильно выступать, чтобы было интересно и тебя слушали. При общении к культуре, традициям, реалиям страны и изучаемого языка в рамках тем, сфер ситуации общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах, это и есть, в общем-то, социокультурная компетенция в действии. Важно, чтобы материал в наших учебниках побуждал ребят сравнивать, сопоставлять культуры. Но это не все еще. Очень хочется, чтобы помимо того, что они узнавали о том, как ведут себя носители языка и что важно в их культуре для них, чтобы они постигали и сравнивали это все со своей культурой. Социокультурные знания – это не только осуществление межличностного, межкультурного общения, понимание наиболее употребительной лексики, понимание речевых различий в ситуациях официального, неофициального и лексики грамматики. Это еще и умение представлять социокультурный портрет родной страны и стран изучаемого языка. В связи с вот этой последней опцией, которую я сейчас упомянула, мы добавили специальный раздел, который называется Russian Files и My Culture. Это разделы совершенно новые. Вы можете сказать, что во многих УМК вы видели подобные, но мы составляли и готовили их с точки зрения того, что в первую очередь носители языка захочут узнать, то есть то, о чем уже слышали. И плюс мы добавляли то, о чем, может быть, и сами носители языка, то есть мы, россияне, не всегда умеем рассказать. Например, УМК 9-11 класс мы посвятили Уралу, легендам этого чудесного региона, всем заданиям, чтобы ребята могли рассказать интересно и захватывающе все истории, которые связаны с этим регионом, с его прекрасной природой, с его уникальной культурой. Кроме того, мы добавили задание в разделах Russian Files на сопоставление культур. Смотрите, это раздел называется Work out the difference. На умение обсуждать, доказывать свою точку зрения. Это раздел Discuss. Во всех Russian Files эти разделы вы увидите. Раздел нам уже любимый и знакомый Read and Think, он традиционный. А вот дальше очень интересные три раздела. Первый раздел называется Think of your values, где ребятам нужно выстроить дискуссию, решить, какие правды относительно их личности, какие неправды. Ну, например, Most young people in Russia want to set up their own business. Достойная тема для обсуждения, очень даже достойная. А насколько готовы открывать свое дело личное молодые люди в Англии и в Америке, мы читали до этого в этом же модуле. Или проанализировать и написать. Причем смотрите, что ребят просят проанализировать. Нелинейные тексты, графики, диаграммы, схемы, таблицы. То, что мы на сегодняшний день называем потоком информации, которая выражена не текстовым рядом. И в таком случае они тоже получают вот эту вот новизну, этот пласт информации огромный, и тем самым развивают социокультурные знания и умения уже межпредметной направленности. Ну и, конечно же, как можно обойтись без проекта. Проект – это тот продукт, который ребенок делает сам, делает на основе того, что было пройдено. Ну, например, the teacher of the year. Discuss the job of a teacher, which is popular. Only girls want to be teachers. The job of a teacher is creative and interesting. И все эти аспекты можно сложить в единый интересный проект. Коллеги, я надеюсь, что я вас убедила в том, что совершенствование и развитие социокультурной компетенции наряду, конечно же, с коммуникативной компетенцией одно другого не опровергает, помогает осуществлять межкультурную коммуникацию и межличностное общение с носителями иностранного языка. И вот по последним исследованиям именно несформированная социокультурная компетенция является тем самым камнем преткновения, который ведет к языковому барьеру и страху общения, потому что ребенок не знает, как правильно или что правильно рассказать о своей стране. Поэтому формирование коммуникативной компетенции невозможно без всех составляющих частей, в том числе и социокультурной компетенции наравне со всеми остальными. Стараемся развивать в своих учениках каждый ее компонент. Надеюсь, что новый ОМК вам приглянулся и что-то вы для себя интересное нашли. Спасибо вам большое за внимание. Наше время, к сожалению, заканчивается. Буду очень рада ответить на вопросы. Пожалуйста, Анна. Спасибо большое, Ксения Ивановна, за ваше прекрасное выступление. Все вопросы, которые поступили нам по поводу вашего выступления, мы обязательно рассмотрим, переадресуем нашим экспертам и дальше сделаем рассылку всем участникам конференции, чтобы вы смогли спокойно ознакомиться со всей информацией в более расслабленном режиме. Большое спасибо за ваше выступление. И я хотела бы сделать анонс. Если вас заинтересовало данные ОМК вместе, то у нас есть специальная страница, которая посвящена этому комплексу teamup.pros.ru Заходите. Там есть много разных дополнительных информаций, вебинаров, методические статьи, разработки, и вы обязательно узнаете чуть больше про это учебное пособие. Также мы можем выслать вам на адрес школы ознакомительный комплект, чтобы вы могли потрогать его, полистать, посмотреть картинки. Это всегда приятно, потому что держать в руках книжку настоящую бумажную всегда, конечно, особый кайф. Поэтому, если вам это интересно, пожалуйста, пришлите нам запрос на наш адрес teamup одним словом собака pros.ru мы с вами свяжемся и отправим вам этот ознакомительный комплект на адрес школы. Спасибо большое за ваше выступление. Мы будем переходить к нашему следующему спикеру. Пожалуйста, не переключайтесь. У нас будет дальше Мишин Андрей Валентинович и мы продолжим нашу конференцию. Спасибо, что посмотрели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok